СОСЛОВИЯ И КЛАССЫ В ОБЩЕСТВЕ ПОСЛЕ РЕФОРМ Внешняя политика Александра Третьего В своде законов Российской империи все население страны делилось на четыре главных сословия духовенства, дворянства, городских и сельских обывателей. Конечно, высшим оставалось дворянство. Городскими обывателями назывались горожане, купцы, мещане, ремесленники. К сельским обывателям относились люди, занимающиеся сельским хозяйством. Это были крестьяне и казаки. С развитием капиталистического производства большее значение стало иметь не сословная принадлежность, а экономическое или классовое положение. Формировались два основных класса – буржуазия и пролетариат. Однако при этом помещики и крестьяне, как основные классы феодального общества, еще оставались. Кроме того, изменявшийся уровень жизни, развитие промышленности и рост городов привели к появлению еще одного класса – интеллигенции. В него входили учителя, врачи, инженеры, адвокаты, журналисты. Основные принципы внешней политики Александра Третьего Продолжая миролюбивую внешнюю политику своего отца, Александр Третий действовал более осторожно и взвешенно, не втянул в свою страну ни в один из намечавшихся в Европе конфликтов. В первую половину его царствования международное положение складывалось не особенно удачно для России. Грозили конфликтом отношения с Великобританией, из-за русских завоеваний в Средней Азии граница России вплотную приблизилась к Афганистану. После покорения Скобелевым Геоктепе дело пошло не только к окончательному подчинению туркменских племен, но и к приближению русских их колониальной империи – Британской Индии. Последней каплей, переполнившей чашу терпения британцев, стало присоединение в 1884 году к России Мервского оазиса – Восточная Туркмения. После этого Великобритания начала откровенно провоцировать русско-афганский инцидент, рассчитывая втянуть Россию в войну с Афганистаном. Подстрекаемые англичанами афганцы в марте 1885 года заняли своими войсками спорную территорию с крепостью Кушка. Столкнувшись с русской армией, афганцы бежали и были преследуемы казаками, стремившимся захватить английских инструкторов несколько десятков верст. Британский посол получил из Лондона предписание в жесткой форме потребовать от русского правительства извинений. Вместо ответа Александр III наградил начальника пограничного отряда в Туркестане генерала Комарова орденом Святого Георгия Третьей степени и мобилизовал Балтийский флот. Решительная позиция императора сделала свое дело. Лондон предложил создать совместную комиссию для рассмотрения этого инцидента и выработки приемливого решения. 29 августа 1885 года был заключен англо-русский договор, определивший линию русско-афганской границы. После Кушки Великобритания вплоть до начала XX века уже более не позволяла себе явно антирусских действий. Политика России на Балканах. Другой опасностью, грозившей нам, была война с Австро-Венгрией и, может быть, даже с Германией. Спровоцировать русско-австрийскую войну хотел Бисмарк, надеясь таким образом получить для себя свободу рук в отношении Франции. Несмотря на стойкую антипатию Александра Третьего к немцам, ему, в значительной степени благодаря хорошим личным отношениям со старым германским императором Вильгельмом I, удалось разрушить планы Бисмарка. Тем не менее, положение на Балканах становилось для России весьма неблагоприятным. Здесь неуклонно слабело русское влияние и, соответственно, усиливались позиции Австро-Венгрии. Румыния и Сербия, не получив того, что им причиталось по Сан-Стефанскому миру, обвиняли в этом Россию и были настроены весьма прохладно по отношению к ней. Болгария, которая создана Россией, переживала в этот период большие внутренние неурядицы. Она получила в 1879 году очень демократическую конституцию, составленную русскими юристами, которая значительно стесняла самостоятельные действия Александра по управлению страной. В начале 1882 года Александр Баттенберг, правитель Болгарии, произвел государственный переворот. Старая конституция была им уничтожена и введена новая, существенно расширившая его полномочия. В частности, он получал на 7 лет право диктаторского управления страной. Все это кончилось сильнейшим народным недовольством, стараясь справиться с которым, Александр, вопреки желанию русского правительства, в сентябре 1885 года объявил о воссоединении Болгарии и Восточной Румелии. Последняя, Южная Болгария, входила в состав Турции в качестве автономной провинции. Россия, считавшая Болгарию особенно близкой к себе, не была даже проинформирована о подобных планах. Вся Европа ожидала, что Россия в очередной раз втупится за своих болгарских друзей и спровоцирует войну на Балканах. Бисмарк, например, рассчитывал использовать болгарские события для того, чтобы спровоцировать столкновение России и Австро-Венгрии. Александру Третьему, однако, хватило государственной мудрости не делать этого опрометчивого шага. Россия, не желая против своей воли вновь быть втянутой в балканские события, категорически не признавала законности этого шага, предоставив Баттенбергу самому выпутываться из-за труднения. Более того, Александр Третий пошел на разрыв дипломатических отношений с Болгарией. Отзыв из болгарской армии русских военных советников и вычеркнул Александра Баттенберга из списков русской армии. Несмотря на то, что ослабленная Турция не желала войны и сделала вид, что Баттенберг является как бы генерал-губернатором Восточной Румелии, эти события привели к войне Болгарии с Сербией, в которой Болгария потерпела поражение и Александр Баттенберг вынужден был бежать из страны. Понимая, что без помощи России ему в Болгарии не удержаться, Баттенберг запросил отношение Петербурга к этой перспективе и получил от Александра Третьего категорический отрицательный ответ. В итоге затяжного правительственного кризиса в Болгарии без согласия Александра Третьего на престол был избран ставленник Австро-Венгрии Фердинанд Кобург-Готский. Болгария, освобожденная от турецкого ига кровью русских солдат, становилась чуждой и враждебной России. Сам Фердинанд, по воспоминаниям современников, испытывал к России чувство непреодолимой антипатии и известного страха. Русско-болгарские дипломатические отношения были восстановлены лишь после смерти Александра Третьего в 1896 году. Но напряженность и холод между государствами сохранялись. С конца 80-х годов XIX века главным союзником России на Балканах становится Сербия, единственная страна, имеющая свою собственную, а не навязанную Австрией правящую династию. Стремясь избегать ненужного обострения ситуации на Балканах, Александр Третий тем не менее не забывал о стратегической цели России в этом регионе, проливах. Он понимал, что для захвата Босфора и Дарданелл необходима внушительная морская сила и вплотную занялся воссозданием флота, отдав безусловный приоритет Черноморскому. В 1886-1891 годах в состав Черноморского флота входят четыре броненосца с характерными названиями Синоп, Чесма, Екатерина II и Георгий Победоносец. Известно, что военное и морское министерство разрабатывали в конце 80-х годов план десантной экспедиции на Босфор. Таким образом, царь-миротворец ни на минуту не забывал о великодержавности. Союз Антанты В первую половину царствования Александра III международное положение России было совершенно уединенным. Это объяснялось основными принципами внешней политики Александра III, считавшего, что, во-первых, России незачем искать союзников в Европе, так как они всегда могут ее предать, а во-вторых, России незачем вмешиваться в дела Европы. Противоречие между великими державами Александр III стремился использовать на благо России. обеспечивая ей свободу рук в других регионах, прежде всего в Азии. В 1881 году он возобновил союз трех императоров, направленный на поддержание статус-кво в Европе. Между Россией и Германией был заключен договор перестраховки 1887 год о благожелательном нейтралитете и невмешательстве в политику Германии в Европе. Таким образом, Александр явно стремился продолжать политику Горчакова по отношению к Германии. Однако вторая половина Александровского царствования, начиная с 1887 года, стала тем не менее временем активного вмешательства в европейские дела. В 1887 году едва не вспыхнула новая война между Германией и Францией. Здесь опять, как и в 1875 году, огромную роль сыграла позиция России. Личное послание Александра Третьего Вильгельму Первому позволило избежать войны, несмотря на страстное желание Бисмарка. Со стороны России это объяснялось стремлением восстановить европейское равновесие, нарушенное в 1871 году Версальским миром, закончившим Франко-Прусскую войну и в 1879 году заключением Тройственного союза Германия, Австро-Венгрия и Италия, который в равной степени угрожал как России, так и Франции. Отставка в 1890 году Бисмарка с поста канцлера свидетельствовала о переходе Германии к более агрессивному внешнеполитическому курсу. Это послужило началом сближения России и Франции. Было подписано военное соглашение, подписанное в 1892 году. Это русско-французское сближение явилось важным фактом международной политики конца XIX века. Этим был положен конец стремлению Бисмарка нанести окончательный удар Франции и в Европе на сравнительно долгий промежуток воцарился прочный мир. Именно после заключения союзного договора Александр III стал именоваться миротворцем. Вместе с тем этот договор стал первым шагом к оформлению Антанты англо-франко-русского военного союза и, таким образом, шагом в сторону подготовки к мировой войне. В самые последние годы правления Александра III развивается все большее стремление русской дипломатии к усилению русского влияния на Дальнем Востоке, Западном Туркестане, Монголии, к приобретению незамерзающего порта на Тихом океане и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин